День воскресный, день чудесный, а на данный момент время 5 часов 45 минут пятница, раннее утро, а мы находимся в ЖК Апалиха, куда меня пригласили жильцы этого ЖК для того, чтобы с вами поделиться своей проблемой, что у них здесь происходит. Друзья, тема на самом деле очень актуальна, она очень интересна, сегодня я вам ее в деталях покажу. Мы не пойдем сегодня никому в гости, про ЖК кратенько расскажем, но вы просто вдумайтесь, вы покупаете себе квартирку вот в таком уютненьком месте, рядом с вами лес, вроде бы все шикарно, все красиво, но застройщик обанкротился и не выполнил парочку своих обязательств. Давайте о них мы вам сейчас расскажем и самое главное покажем. Значит, кратенько ввожу вас в курс дела. Жилой комплекс расположен на расстоянии чуть больше 10 километров от МКАД. Старт продаж был в августе 2015 года. Продажа машин и мест июль 2016 год. Срок готовности по договору долевого участия должен был быть в сентябре 2017 года. Застройщиком здесь являлся на тот момент Урбан Групп, который обанкротился в июле 2018 года. Изначально людям рисовали сказку, но вы посмотрите на эти потрясающие рендеры, не побоюсь этого слова. Дома невысотные, расположение шикарное, вокруг лес, выходишь и тишина вокруг в реале. На территории жилого комплекса людям рисовали подземный паркинг, наземный паркинг, одна школа, два детских сада. Ну разве не сказка? И вся эта сказка начала рушиться после банкротства застройщика. Но людей спас фонд защиты прав дольщиков. И длинную историю сделать коротким, им выделили деньги и достроили дома. Они введены в эксплуатацию и там сейчас можно полноценно жить. Но, ребята, им не достроили подземный паркинг, им не построили наземный паркинг, школа в процессе строительства, детские сады в процессе строительства. И ключевое сегодня парковочные места, именно они превращают жизнь в этом жилом комплексе, уютном на первый взгляд, в тихий ужас. Знакомьтесь, Роман, местный житель. Поблизости, с точки зрения транспортной доступности, у вас здесь буквально, как говорят, 15-20 минут МЦД, станция метро. Ну не метро, а железнодорожная станция. Больше ничего здесь нет? Нет. Соответственно, все здесь, кто живет, как правило, это семьи молодые, верно? Дети наверняка у всех. Да, 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 здесь очень много молодых. Здесь, я думаю, у людей было очень много планов. Ну потому что место действительно привлекательное. Но, к сожалению, вот с 2015 года здесь, конечно. Задаю этот вопрос к чему. Друзья, как правило, молодые семьи, все предпочитают иметь у себя в собственности автомобиль для комфорта передвижения. И вот сегодня мы вам про это все детально расскажем. Но не будем стоять на месте. Пойдемте потихонечку в сторону ключевой проблемы, с которой люди здесь пытаются бороться. Друзья, мы с вами сейчас идем прогуливаемся, смотрим, как все сделано. Чистенько, аккуратно, но машин здесь просто полно. У нас с вами есть сопровождающий еще один Роман. Ром, расскажи, ты ты сам когда здесь квартиру себе купил? Ориентировочно в августе 2015-го мы здесь купили квартиру с женой в ипотеку. Двушка, трешка, однушка? Двушка. Почем она обошлась тогда? Тогда где-то в районе четырех она обошлась. Это со скидками, там по акции. Но это тогда ничего здесь не было? Здесь было просто поле? Да, мне показали просто поле и сказали, вот видишь, там будет твой дом. Я сказал, окей, отлично меня все устраивает. Вот спешу вам напомнить, чтобы вы не забывали, что все люди, которые покупают квартиры на этапе котлована, в первую очередь делают это не от хорошей жизни, а с целью сэкономить. Я сейчас говорю исключительно про людей, которые покупают квартиры для себя, а не с целью дальнейшей перепродажи. Конечно, внешний вид симпатичный, лучше, чем панельки обычные. Это нас и подкупило, да, вот эта красота визуальная. Как бояре хотели жить, блин, графья. А тут вам раз, короче, ребята. Хрен вам. Еще улица такая пришвина. В дальнейшем Роман рассказал, что покупка парковочного места для его семьи было значимым событием. Он думал, что у него есть автомобиль, растет ребенок, и в любое время суток он сможет спокойно перемещаться, вечером поехать, отвезти ребенка на секцию, вернуться в 9-10 вечера домой и поставить автомобиль на свое парковочное место. И таких жителей, подобных ЖК, подавляющее большинство у людей семьи, дети, автомобили. Итак, я вам сделал шикарную подводку. Я знаю, что вы уже хотите увидеть эту жесть. Но, ребята, прежде чем мы продолжим, все те, кто сейчас планирует заниматься ремонтами, стройками, кто этим профессионально занимается, послушайте внимательно следующую информацию. И после мы сразу переходим к делу. Ах, май наступил, строительный сезон тоже наступил. Сезон ремонтов для многих и не прекращался. А это значит, что самое время вас познакомить с интересным продуктом. Прямо сейчас, по доступной цене. Поехали. Дамы и господа, разрешите вам представить. Лазерный уровень Hibiru Omnitronic с гарантией на один год. Значит, для чего нужен лазерный уровень, я думаю, вы все прекрасно знаете. Вот затеяли вы ремонт, что делать? Опачки. Пожалуйста. И все. Хочешь фартук класть на кухне? Пользуйся на здоровье. Выставил точку ноль и пошел-поехал. Фишка. Есть пульт и различные режимы. По потолку мы пустили линию, по контуру везде. Ценник более чем доступный. Абсолютно любой человек может себе его позволить. А в хозяйстве, как говорится, такие вещи пригодятся. Смотрите. Кейс защитный. Удобный, цивильный. Можно переносить. Также в комплекте вы получаете треногу телескопическую. С уровнем. Все как положено. Также в комплекте вы получаете, как думаете, что? Сумочку для переноски. И все это, еще раз, по доступной цене. Мы его потестировали примерно на протяжении недели. Цена, качество более чем. Все уже откалибровано. То бишь, вы покупаете продукт, и он уже готов для того, чтобы с ним работали. Все, что необходимо, идет в комплекте. Более того, здесь идет два аккумулятора по 5000 мАч. И это реальные мАч, а не просто наклейка. Мы убедились, и производитель на этом делает отдельный акцент. Инструкция идет на русском языке. Каждый прибор имеет серийный номер. Если вдруг что-то у вас неисправно, сломалось по гарантии, никаких проблем не будет. Более того, ребята, запоминайте внимательно. За каждую рекламу я несу ответственность. Если вдруг вы купили такой прибор, а у вас что-то не сложилось с производителем, и он вам не отвечает, я вам всегда отвечу и постараюсь решить максимально быстро ваш вопрос. Потому что с директором мы на связи. Покупайте смело. Лазерный уровень Hibiru Omnitronic ждет вас по ссылочке в описании. Более того, DM300. Это промокод на дополнительную скидку в 300 рублей. Ценник, подчеркиваю еще раз, более чем доступен. Все подробности в описании и в первом закрепленном комментарии. Покупайте и пользуйтесь на здоровье. Разные картины можно встретить. Нечасто люди любят, когда кто-то кого-то поджимает. Вот стоит одна машина, его поджали, но оставляют номер телефона. Здесь картина куда интереснее. Пойдемте. В силу того, что с парковками здесь огромная проблема, то вы просто посмотрите. Двор, он, внимание, тупиковый. Я вам показываю кадры как с земли, так и с коптера. Что происходит? Первый занимает самое последнее место посередине. И пошло-поехало. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Если я правильно посчитал, автомобилей набилось. А вот теперь представь. Если кто-то сейчас проснется с левой стороны, справа, ему нужно выезжать. А люди рассказывают, здесь регулярно встречаются скандалы, когда кому-то нужно в аэропорт. Не дай бог кто-то заболел там в больницу. Всякие ситуации бывают. Чтобы выехать, ты должен проснуться. Вот представь, ты стоишь в самом начале. Ты должен всех, всех разбудить, чтобы каждый вышел, отогнал свои машины. Ты выезжаешь, и они, собственно, набиваются в обратную сторону. Вот это на самом деле самая натуральная жесть. На территории жилого комплекса 18 домов. В совокупности, как нам сказали, это 6100 квартир. Машин огромное количество. И даже с такой парковкой, плотненькой, мест всем машинам на территории жилого комплекса не хватает. И смотрите, что происходит возле него. Время на данный момент 5 часов, 15 минут утра. То есть мы сейчас только будем въезжать в сам ЖК. А вот это люди, которые ставят свои машины вдоль дороги, потому что они не успели занять место на территории жилого комплекса. То есть ты вдумайся, ты купил себе квартиру, поставил здесь машину и пошел. А идти, я вам скажу, немало. Так еще и дорога получается узкая, вот нам разъезжаться. Это сейчас еще лето. Это лето важно. А зимой, когда кругом снег. А я выяснил, что здесь было зимой. Ну, вы должны в первую очередь представить, что слева-справа сугробы от снега. Раз. Слева-справа раньше люди ставили машины. И таким образом получалась посередине одна дорога, где разъехаться просто невозможно. То бишь, либо ты проезжаешь первым, либо встречная машина. Уперлись, все, стоите. На основании чего происходили бесконечные споры, раздоры и так далее. Люди начали жаловаться. Приехали им, поставили знак, что эвакуация. Многие машины тогда эвакуировали. Суть в следующем. Теперь парковаться можно только по одной стороне. А там, где дорога пошире, соответственно, люди наставляют автомобили слева-справа. Я сначала подумал, что, блин, да в такой ситуации даже лучше ставить автомобиль в лесу. Далее я вам скажу почему. Но мне тут же сказали, нет-нет. Все те, кто оставляют в лесу, в силу того, что там нету никаких камер, подвергаются различным кражам. У кого-то зеркала снимали. Да и в дальнейшем, возможно, у кого-то снимут колеса. Сами знаете, скрутить две минуты. Поэтому местечко небезопасное. На сегодня квартирка в этом ЖК стартует с отметки примерно в 7,5 миллионов рублей за однокомнатную квартиру площадью 36 квадратных метров. Двушка – это примерно 12 миллионов рублей. А трешка – 16-17. Как вам такие цены? И что интересно, вот просто на одном пятачке я посмотрел по сторонам. Машины все потертые. Везде вот бампера спереди, сзади. Как правило, где-то притертость какая-то да есть. Да, действительно, есть цельные машины. Но в целом, если посмотришь, подбитых здесь действительно много. Идем дальше. Подобные жилые комплексы преподносят как рай для молодых семей. И здесь действительно много людей с детьми. Представьте, что вы идете по тротуару с коляской. Да намучаешься. Машины стоят так, что с коляской не пройти. Соответственно, нужно выходить на дорогу. Это небезопасно. Я боюсь представить, что здесь происходит зимой. Второй момент. Положительный. Огромный, жирный плюс, что дворы закрытые. И там машины физически поставить невозможно. Соответственно, там безопасно. Дети бегают, играют. Это круто. Минус, жирный. В ЖК ничего нету. Детского сада нету, школы нету. Все. Люди возят детей кто куда. Кто в Москву, кто в близлежащие свободные детские садики. Опять же, попробуй найти свободный детский садик в подобных местах. Из коммерческих объектов на первых этажах магазины, салоны красоты. Стандартный небольшой набор. Что уже тоже хорошо. Таким образом, мы делаем вывод, что без машины в подобном ЖК крайне неудобно. Да, можно. Да, есть люди, которые просыпаются и идут на ЖД-станцию 15-20 минут. Но представьте, с детьми, это некомфортно. Это дискомфорт. У нас в стране постоянно то дожди, то снега, то ветра. Машина – это удобно. Но все боятся за свое парковочное место. Уедешь, а потом нигде не встанешь. Никит, ну дай отзыв. Ты приезжаешь с работы во сколько примерно? Я приезжаю иногда очень поздно. И вот в ЖК найти место очень сложно. Иногда приходится парковаться с нарушениями. И после этого машину еще и бьют. У меня в этом году уже было два ДТП. То есть задевает. Ставишь машину так, что неудобно проехать, а другого варианта нет. А, например, туда вдоль дороги, возле МКАДа, запарковаться и сюда пешочком? Ну, во-первых, когда я приезжаю, мне иногда детей нужно довезти до дома. Я с вещами приезжаю. Я не могу там оставлять машину. У меня были случаи, когда я завозил сюда, здесь все занято. Я уезжаю туда, и там места уже нет. Я же не буду в лесу ставить автомобиль. Вот ты приезжаешь, допустим, вечером. Бывает вообще чудо, что отличное парковочное место свободно? Нет, никогда. Никогда. Только если колесить. У меня был самый классный заезд, 55 минут. Я просто ездил по ЖК и ждал, что освободится место, оно освободилось. Офигеть. Еще стоит отметить, что этот потрясающий ЖК – отличный, в кавычках, подарок для жителей частного сектора. Как говорят, раньше здесь были только частные дома, но потом построили жилой комплекс. Люди, естественно, этим не довольны, но ничего не поделаешь. Отмечу, что если бы здесь реально была бы только застройка частными домами, место было бы шикарное. Там действительно очень тихо, хороший, приятный воздух. Это ощущается. Ну и обилие лесов. Удивительное наблюдение, что время 6 часов 10 минут. Но многие люди уже просыпаются, потому что ехать надо. Иначе потом начнется жопа. Слушай, Ром, расскажи, вот по существу теперь. Мы видим, что вот идет огромный подземный паркинг вдоль домов, где, собственно, у вас и происходит сыр-бор. Паркинг должен быть, внимание, на 306 машин и мест. Ну, сыр-бор в том, что его не достроили основной. Как все это происходило? Ну, вот я приехал покупать квартиру. Мне, значит, показывают красивый план, что вот в центре у вас будет подземный паркинг. Все удобно. Здесь выезд, здесь въезд. Все потоки разведены. Все будет супер. Мы обращались к застройщику, которому был передан этот объект, представителям фонда. И каждый раз были одинаковые отговорки, что да, мы знаем, что у вас есть проблема, но решать мы ее, условно говоря, не хотим и не будем. Вот если по квартирам приняли закон, что обязательно нужно передать, чтобы у нас обманутых дольщиков в стране не было, то вот мы, как дольщики паркинга, вроде как не входим туда. Короче, если я не ошибаюсь, у вас получилось так, что когда Урбан обанкротился, вас спас вот этот фонд защиты дольщиков. Да. С точки зрения того, что все-таки они выделили деньги и вам дома достроили. Да. Это важно отметить, друзья, для объективности, потому что есть ситуации, мы их снимали, где фонд не помог людям, но в данной ситуации вот, люди живут. Но с паркингом хрен. И при этом здесь, если не ошибаюсь, примерно 90%, как вот люди рассказывают, машиномест проданы. А проданы они были по цене там 600-миллион, такую вилку назовем. Ну что, пойдем поближе подойдем, посмотрим, как это все дело выглядит, потому что нам рассказывают, что здесь внутри там целые катакомбы. И интересно будет глянуть, как это на деле происходит. А еще важно понимать, что на сегодняшний день ЖК заселен не на 100%. Если 100% будет куплено квартир, здесь будет мясо полное. И для людей вот этот подземный паркинг на 306 машин очень важен. Должен быть, напоминаю, еще и наземный паркинг. Но про него уже тишина. На его месте развернулся строительный городок. Короче, друзья, мы с вами начинаем спускаться. Роман, еще один житель. Ром, рассказывай. После банкротства застройщика сюда пришел фонд защиты правдольщиков. И, собственно, генподрядчиком выступал в этом деле Крокус Интернешнл, который, собственно, в нашем паркинге организовал и столовку, и, похоже, общежитие для своих рабочих. Должен был быть какой-то строительный городок отдельный, который есть, но на тот момент, я не знаю, эксплуатировался он или нет. А на сегодня он есть. Есть, да. И он находится на месте, где должен был быть наземный паркинг. Все правильно. Но вместо него теперь городок строителей. Значит, тратить время и пересказывать, в какие инстанции они жаловались, я не буду. Потому что жаловались они везде. Переписки у людей все есть. Кому вдруг будет интересно, почта контактная на людей в описании. Интересный момент, что в августе 2018 года экспертиза показывала, что паркинг готов, по разным данным, от 60 до 94%. Сегодня у нас май 2022 год. Давайте посмотрим, как паркинг выглядит внутри. Пойдем, показываю по-живому все. Это, короче, что такое? Давай мне фонарик оден. Лавочки какие-то? Лавочки, да. Скорее всего, они здесь кушали, питались. Смотрите, ребята. Вот здесь вот было все скоммутировано. Потом на фотографиях мы покажем, как это выглядело. Насосы были, да, это ИТП. Тепловой пункт. То есть все срезали в вандальную. То есть здесь у вас все разворовано? Все, да, это все разворовано. То есть фон должен был бы законсервировать это все. Понятно. Похоже, не в его интересах это было. Здесь, собственно, охрана должна была быть, насколько я понимаю. Друзья, ну вот это, конечно, я рассмотреть сразу говорю. Если кто-то из вас сейчас обедает, завтракает, нажимаете на стоп или проматываете минуту на две вперед. Вот вам, пожалуйста. Оказалось бы, все красиво. Но вот это вот, это все свежее. Это, соответственно, уже не строители. Это тот из ваших жильцов. Носится сюда. Ну серьезно, ребята, у кого тут недержание? Скорее всего, строители. Здесь строители есть еще. Есть, да? Со школы. А, пардон, пардон, ребята, пардон. А то я уже у ваших соседей оговорил, оклеветал путем того, что они здесь вытворяют. Ну вот, собственно, сам паркинг. Мечта для многих, ребята, представляете? Ты приехал, спустился на подземный паркинг, и у тебя есть возможность поставить свою машинку. Он по-любому еще такой тепленький был бы. Вышел и пошел домой. И вот такие места по 650-1 миллиону рублей. Ты не знаешь, где твое место? Мое место на минус втором этаже. А, еще ниже спускаться нужно. Ну, а смотреть-то здесь, собственно, и нечего. Вот в таком все состоянии. Это здесь, вот, смотри, все разбито, собственно, плафоны, это все было, все было скомонтировано. Это непосредственно твое? Да, вот здесь. А, ну, тут все поминировали люди. Ну, это, да, ну, вот видно, да, что, как бы, мародерствовали. Все билось, воровалось, все срезалось. Зачем? Для чего? Непонятно. Ну, и, короче, получается, что у вас то, что здесь все разворовали, и никто по этому поводу ничего не делает? Ничего, ну, как видишь, все, видишь, плесень начала расти, черная. Да, что с этим делал, тоже непонятно, и возможно ли это вообще как-то устранить. Ну, какие-то стенды были, видимо, когда рабочие жилет. Вот, посмотри, Крокус Групп, вывеска, то есть, что они здесь пребывали. Жильцы прислали видеоматериалы, на которых мы видим, как техника собирает металл, пилица, металл, который использовался как элементы декора. Без комментариев все идет. Но хочется задать вопрос прямой авторам подобных сюжетов. Почему вы снимаете, но вы не выйдете с камеры, и не зададите вопрос на камеру, кто дал задачу все это пилить, собирать, зафиксировать вживую, что вас грабят? Это же ваш жилой комплекс. Значит, я сейчас говорю обобщенно. Конкретно про эту ситуацию, и про все последующие другие. Если вы на территории своего жилого комплекса сталкиваетесь с подобным, ребята, ну, фиксируйте, вызывайте полицию, чтобы это все было задокументировано. А то нас грабили, у нас есть видео. Ну, поздравляю. Стоит отметить, что паркинг не соседствует со школой, которая будет вводиться ориентировочно в сентябре этого года, мы надеемся. И в таком состоянии это будет находиться в открытом доступе. И какие последствия могут быть, очень страшно представить даже. Да, смотрите, при этом валяются строительные материалы, неиспользованные. То есть есть еще, короче, что воровать так-то. Я, конечно, никого ни к чему не призываю, но имейте в виду, ребята, надо бы вам, конечно, заниматься этим вопросом. Все разбросано. Ну, здесь должна быть воздушка, наверное, какая-то, да. Здесь было все скоммутировано. Ну, видишь, да, все стащили, как бы разворовали. Отдельная комната была. Ничего опять не осталось. Да, прикольно. То есть все подключено было, видно. Помещений вот этих не должно быть. То есть это парковочные места. Это было выведено уже крокусом, да, видишь, это все сделано из гипсокартона. А для чего? Рабочие, чтобы жили, я не знаю, там что-то делали. А, то есть это они делали, может быть, как типа спальная комната, да? Да, да, ну вот видишь, стоп, сними спецодежда. Ага, то есть, скорее всего, значит, там спали. Ну, это видно, да, что оно вот как раз плесень и потрас. Вот здесь они спали. А, ну все понятно. Вот так вот. Красочка осталась, кто-то обронил. Свежие срезы, да, видно, да, что они блестят. То есть это кто-то специально пожарку пилил. Это вот столовка была здесь. Короче, переделали паркинг под помещение для жизни и для приема пищи. Да, рабочих. Но это еще только первый этаж. А сейчас мы спустимся пониже, и ребята покажут, какая картина вообще там. А там еще интереснее. Ну, пойдем. Мясной цех. Мясной цех, ничего себе. Нормально. Так, это вот начинается. Короче, начинается теперь самое интересное. Мы уходим вниз на минус второй этаж. Друзья, это, как вы знаете, можно фильмы ужасов снимать здесь. Пришел, как группа людей. Пришла показывать сюжет, а потом получилось так, что мы не можем найти обратный выход. Значит, если по существу говорить, то нас начинает встречать вода. Собственно, воды, я даже не знаю, сколько метр, наверное. Ну, много воды, тем более дальше. Очень, да. То есть это чьи-то были парковочные места. Люди купили, вложили свои деньги. И вот в таком это все состояние, мягко говоря, ужасное. То есть видно, что, да, рабочие какой-то даже мусор туда бросали. Не удивлюсь, что и туда естественные отходы они сливали. Да. Короче, ребята, мы сейчас будем выдвигаться на выход. Как бы, ребята, хотели сходить еще показать еще насосную станцию, где это все раскурочили, все поворовали. Смысла нам здесь ходить нет, потому что картина вам ясна. Вот все в брошенном состоянии. Весь мусор, весь хлам. Уже вы поняли, что здесь и как выглядит. Да, ну вот видишь, даже срезы были. То есть какие-то палеты, видимо, катали, возили здесь, да? Потому что там впереди мешки, да, мешало застрезать. Хотя это пожарка, которая была действующая. Ну, в первую очередь, это надо называть, что это металл, а металл стоит денег, поэтому не до конца они вас здесь оставили еще без штанов. У меня два машиноместа, живу я здесь уже второй год, после того, как закончил ремонт. Собственно говоря, продолжаю ждать. Сколько денег отдал за машиноместа? Ну, больше миллиона двести тысяч. Мы этот ЖК выбрали, выбирали от Химок до Одинцова. Полгода где-то проехали все жилищные комплексы. Этот нам показался самым оптимальным. В плане того, что лес вокруг, выезды два с Волоколамского шоссе и с Новорижского шоссе. Плюс школа, детский сад и подземный паркинг на 306 мест. На тот момент 660 тысяч рублей стоило. То есть достаточно, ну, недорого. И таким образом получается так, что у тебя парковочное место есть, а машина уже и нет. Расскажи, почему машину решил продать? Машину я решил продать, потому что здесь невозможно с машиной. Я очень нервничаю и переживаю, когда негде поставить, машину постоянно задевают. Машина место, когда сдастся, машина приобретется. Ну, как тебе здесь? Классно? Красивый ЖК? Да, здесь ЖК красивый, симпатичный. Можно посмотреть, какие дома. Это все, конечно, очень радует, но проблемы с парковкой, они здесь глобальны. За сколько покупал себе парковочное место? За 600 с чем-то тысяч. На первом или на минус втором? Я брал на минус втором этаже уже по переуступке. Это было в 2017 году, как раз за месяц до планированной сдачи парковки. Кто-то еще и успел подзаработать. Кому-то повезло, кто-то успел свои денежки вытянуть. Ну, а так в целом, если, допустим, тебе надо куда-то уехать, в какое время здесь уже полный хаос, что встать просто негде? Если надо куда-то уехать, я стараюсь не уезжать вообще в вечерние часы, не приезжать, соответственно, тоже в вечерние часы, а все поездки либо выходные, либо там когда-то в обеденное время, если они короткие. Ну, вот после пяти вечера здесь уже все начинает забиваться так, что никуда не встанешь? После шести, семи вечера с поиском парковки уже проблемы. Еще вопрос. У тебя есть дети? Дети ходят в школу, в садик? Ходят. Ну, куда? В школу, в сад? И туда, и туда. А, то есть, вот, отличный вариант. Вот расскажи, как тебе такое? Ты покупал квартиру в жилом комплексе с мыслью о том, что у тебя во дворе и школа, и детский сад. А сейчас куда ты их возишь? Они в городе, в Москве. То есть ты просыпаешься утром, грузишь детей и поехал. Одного в сад, другого в школу и потом на работу. Да. И вечером в обратную сторону. Да. Шикарно? Не очень, честно признаюсь. В 19-м году, в конце года издали указ, что машинные места также приравниваются к федеральному закону 214-м, о том, чтобы, то есть, в случае банкротства мы их тоже получали. Вот суд, есть решение суда практически у всех на то, чтобы мы получили свои места, то есть, недостроенное строительство. Ну, из 17-го года, соответственно, по решению суда есть, действий никаких нет абсолютно. Короче, решение суда есть, закон есть, действий нет? Действий нет. Ты сталкивался с тем, что машину тебя там уже поцарапали, задели? Предыдущего машину цепляли, эту пока еще не успели. Но ты какие-то уже нашел под себя места, куда нужно ставить, где такое более укромное место? С этим достаточно сложно, тут не приходится выбирать, просто где есть, туда и паркуешься. Как ты считаешь, вот реально, если вам сдадут этот паркинг, у вас получится 306 мест, ну вот, естественно, 300, там, человек сразу сюда залетит. А то и 250, раз вы говорите, что у вас 250 физических лиц. Легче станет прям сильно? Легче станет сильно, поскольку, когда сдаются новые дома, у них открывается парковка, и первое время она бывает еще свободна. То есть, там бывает достаточно большое количество мест, куда можно встать, в принципе, даже в вечернее время. Соответственно, дополнительные 300 мест, они заметно разгрузят текущую парковку и улучшат ситуацию с парковкой вообще во всем ЖК. Вопрос. Вот не было никогда такой мысли, что переплатить, может быть, ипотеку взять, нагрузку финансовую понести, но купить, например, где-то на вторичке в Москве, либо пусть не в Москве, но уже в обжитом жилом комплексе, где уже ты можешь приехать и увидеть не на словах, что завтра у вас здесь будет школа, а уже вот она есть, она функционирует, туда можно без проблем сдать ребенка. По двум моментам нет. Первое, это была вообще мечта всей нашей семьи, потому что наши предки здесь проходили очень, ну, они спортом здесь занимались в этом регионе, в Апархе именно. И наша семья имеет прочную связь с ней, несмотря на то, что мы из Москвы. И второе, когда появилась возможность здесь рассмотреть вариант приобретения, как бы мы поняли, что как бы да, это вот именно то, что мы хотели бы, несмотря на то, что были другие варианты и внутри Москвы, и в других близлежащих от Подмосковья городах, где у нас есть знакомые, и мы там бываем. Но мы определили, что должно быть здесь. У тебя есть дети? Есть. Вот раньше у тебя машина была, соответственно, вот в таких ЖК, вот мы неоднократно говорим, живут молодые семьи. Дети, машины, ну, само собой разумеющийся инструмент для жизни. Да. Вот как ты детей отправляешь в школу, если школа тоже не достроена? Куда они ходят? Ну, у меня, получается, дочка в этом году идет в школу, школа должна быть достроена, надеюсь, достроится. Либо я буду возить так же, как и многие, либо в Москву, либо в Красногорск. То есть это по-хорошему, ну, точнее, по-плохому, если не будет школы, то ты утром встаешь, ну, да, ребенка первоклассника берешь, идете с ним на ЖД-станцию 15-20 минут, правильно? Да. Садитесь на электричку, ездите до Москвы, сколько ехать на ней? Ну, минут, наверное, 25-30. Итого уже 50 минут, и дальше еще оттуда до школы ближайшей какой-то, ну, это жесть. Ну, это неприятно, да, это очень напрягает. Никит, ну, а с точки зрения жизни, вот такой финальный вопрос, вот, насколько я понял, у вас здесь вообще ничего нету, с точки зрения досуга. То есть ты приезжаешь, кое-как ты нашел, куда воткнуть своего железного коня, все, каких-то детских развивающих центров нет, кафе пойти посидеть нет. Как вы тут вообще? Очень хорошо. Шикарно? Скажу, потому что когда люди, ну, я живу в доме номер 7, это круглый двор, там огромная площадь, и сделано все для того, чтобы, ну, люди гуляли, общались, и это работает очень хорошо. То есть у нас всегда заполнена площадка, она центровая в этом ЖК, очень многие люди из других домов туда приходят, потому что там всегда есть родители, которые и с детьми, и, в общем, все отлично. Плюс мы создаем сами досуг, у нас есть лес, возможность заниматься велосипедным спортом, зимой у нас горнолыжный склон рядом в Черниево, так что все отлично. Слушай, я правильно понимаю, что мы сейчас выходим на верхний этаж паркинга, и здесь, судя по всему, должны были быть какие-то красивые улочки в Римане для прогулок. Да, Италия. С коляской гуляешь, лавки стоят, кофе попить. Ну, шикарно. Вот расскажи сейчас, что происходит на сегодняшний день? Ничего не происходит, от слова совсем. Вы сами видели, на чем это все остановилось. Мы писали и главам Красногорска, которые здесь были уже, по-моему, трое за последнее время сменились, последний, Волков, если не ошибаюсь его фамилия, да, он сказал, что, возможно, он поможет, как бы проработаем этот вопрос. Потому что отправляли этот вопрос Воробьеву, да, это достаточно важно с парковками, они сейчас обсуждают этот момент, но ответа до сих пор никакого нет, мы не понимаем, какой статус. Фонд на все наши письма пишет отписки, денег нет, как говорится, вы держитесь. Значит, получается так, подводим итог, что со стороны фонда ответ официальный, что денег на вашу парковку нет, закрыли вопрос, все. А от администрации внятного ответа, то есть официального на бланке, что ребята, в вашем случае принято такое-то решение, нету? Нет. А вот второй ребенок, ну, вот ребенок, который сейчас не ходит в школу, в садик он ходит? Он в садик. Садик дали, с садиками здесь вроде как, вот с приходом Краснового главы, вроде как получше стало немного. Ну, получше стало, что строится, начало что-то? Дали, у нас есть соседний комплекс. А, в соседнем комплексе. В области. Ну, там везде же очереди поди, сейчас таких ЖК, дети многодетные, а они льготы, и там хана. Ну, очереди, да. То есть сейчас еще дети подрастают, то есть у нас сад здесь, школа сейчас более-менее строится, сад, школа и паркинг, я так понимаю, это как должно один объект быть. А сад, вообще сказали, что там неправильно что-то спроектировано, и будут перепроектировать, все ломать и заново строить. То есть информация со всех концов, там, с фонда, с администрации, с управляющей компанией, то есть она везде разная. И, соответственно, какое обращение к администрации? Простое, помогите достроить, потому что здесь и школа рядом, и, собственно, у нас большая проблема с парковкой, особенно зимой, это вообще ад просто невозможно. Если бы этот ролик посмотрели ребята из администрации, сказали бы, так, Никита, давай, обращайся, без вот этой воды говори, что тебе нужно, что бы ты им сказал? Я бы сказал, что у нас прекрасный район, и он будет вообще просто жемчужиной Подмосковья, если вы все-таки выделите немного времени и средств, и все-таки завершите строительство. Мы вам будем безгранично благодарны. Все жители ЖК... Обещаете голосовать? Я со своей стороны, я всех людей, которые в моей семье есть, которые могут вынести голоса, я гарантирую, что все будет. Причем сказали, да, ребята здесь, что это жемчужина, это действительно хороший комплекс, мы очень просим администрацию, чтобы они помогли нам в достройке этого паркинга. То есть все места оплачены, абсолютно все. Друзья, смотрите, 18 домов, 6100 квартир, умножаем как минимум на 2, 12 тысяч взрослых жителей, это вот потенциальные голоса, поэтому делайте выводы, к выборам нужно готовиться заранее. Вот так вот бывает, жилой комплекс до Москвы рукой подать, 10 километров от МКАД. Люди просыпаются здесь уже в 5-6 утра. Мы гуляли, 6 до 7, уже плотненький поток идет на ЖД-станцию и машины потихоньку разъезжаются. У кого не спросишь, если работа в Москве, а таких большинство, до работы час-два, у кого-то наверняка и больше. И еще обратно, так еще детей надо завести, опять же, собрать их, а у кого-то дополнительные секции. Короче, ребята, казалось бы, визуально, да, по первым превью этого жилого комплекса, сказка, самая натуральная. Короче, друзья, вот смотрите, какая картина получается. Казалось бы, не достроили один портземный паркинг, но достроили дома. Второй наземный паркинг вообще бросили, решили вместо него сделать строительный городок. И получается так, что ты покупаешь квартирку, думаешь, что ты приехал, поставил место. Вот, Роман, 650 тысяч отдал на минус втором этаже. А теперь туда даже спуститься невозможно. Там просто все залито водой. И картина плачевная. И как вот вы вообще боретесь? У вас здесь драк-то за эти парковочные места не бывают? Нет, у нас соседи дружные, все относятся с пониманием. И, соответственно, у вас есть чат, куда утром ты в 5 утра пишешь, Сан Саныч, 025, там, BMW X3, уберите, пожалуйста, машину. Ну, если нет номера, то да, именно таким способом мы ищем. В голову не приходило? Ну, нафиг, блин. Продать здесь все? Не, думали, думали уже вообще, да. Никуда думали. Также где-то в Подмосковье, но уже там, где достроено, все, витянова эксплуатация. Либо частный дом. Ну, если в течение двух лет не решится вопрос с паркингом, то есть уже, ну, как бы, то будем приезжать отсюда. Короче, когда прогуливаешься здесь, смотришь, у всех машин под лобовым стеклом лежит госномер. Общаясь с ребятами, он, Рома говорит, в субботу приходишь, да, казалось бы, 5 дней от работы, ложишься спать, но в любом случае в 8 утра тебе кто-нибудь позвонит, потому что где-то кого-то ты приезжал. Ну, либо найти какое-то удачное место, но это здесь не так просто. Хотя сама по себе задумка жилового комплекса, это интересно. Обратите внимание, вот первый этаж у нас идет коммерческая недвижимость, а сверху есть такие вот квартирки с террасами. У некоторых мы прогуливались, там шезлонги стоят, еще что-то. Ну, интересно сделано. То есть у кого-то эркер, у кого-то вообще нет ничего, не балкон, а у кого-то терраса. То есть по-своему прикольно. Готовясь к этому сюжету, я задавался вопросом, есть ли какие-то нормы, сколько должно быть парковочных мест на жилой комплекс. Они есть, все разница от региона, говорят, от 60 до 80%. В общем, друзья, здесь все нужно индивидуально считать. Опять же, нормы есть, но их как бы нет. Я думаю, что когда им сдадут этот паркинг, все равно проблема с парковкой будет острая. Вот в идеале, чтобы он так и был на 500, машинный мест, какой изначально делали, и наземный паркинг, еще на 300. Вот тогда уже будет хоть какой-то разговор. В этом сюжете мы с вами детально разобрали одну тему, но прям по максимуму. Соответственно, когда вы хотите купить себе жилье, если это проект на этапе котлована, или строится и скоро все будет сдано, вот намотайте себе на ус, как бывает. Самое, что интересно, когда показывают эти рендеры, картинки, как должно выглядеть, и как происходит на деле. Визуально дома, конечно, красивые. Общаясь с ребятами, вот сейчас у Романа спрашиваю, ну как, да жилье как жилье. Шумоизоляция та же самая, то есть ничего прям такого, что вау, нет. Единственное, что многих здесь подкупило, это первое расположение, что они находятся, можно сказать, в лесу, и то, что все-таки визуально, ну да, красиво. Но когда ты понимаешь, что за парковочное место здесь битва целая, тут ты уже понимаешь, что да, вот тебе и жизнь. Время 7 утра, ровно. Люди уже активно идут на железнодорожную станцию для того, чтобы поехать. И это, конечно, их здесь однозначно спасает. Вы просто вдумайтесь, что было бы, если бы не было бы этой железнодорожной станции, что по-любому нужно было бы на каком-то транспорте ехать. Вот это был бы самый настоящий автомобильный дорожный ад. Короче, к чему я все веду? Делайте выводы, изучайте, смотрите, как это происходит, наматывайте на уз. Не доверяйтесь этим генпланам, которые вам рисуют. Лучше, возможно, местами переплатить, но купить уже готовое жилье в том же, где такой проблемы нету, либо уже все, в общем, стану, ты уже приходишь, покупаешь готовое, обжитое. Я в любом случае также прошу, если есть кто-то из вас, чиновник, работает по этому району, помогите, обратите на эту проблему внимание, хотя я уверен, вы про нее прекрасно знаете. Надо как-то решить, вы вдумайтесь, ребята, think about 18 домов, взрослые люди, молодые семьи, это потенциальная ваша аудитория по голосам, поэтому, как минимум, хотя бы, может быть, это заставит вас проявить ваши активные действия и сдать им этот партнер, на который они очень сильно рассчитывают. У меня на этом сегодня все, подписывайтесь обязательно на телеграм-канал, потому что там всегда выходят свежие новости. Подписывайтесь на сам канал, все полезные ссылочки ждут вас в описании. До новых встреч, пока-пока.